всем привет сегодня вы на youtube канале адвоката попова и сегодня мы переговорим про изменение или корректировку судебной практики судебной коллегии верховного суда по гражданским делам по делам категория которых обозначим ее как выплата компенсации за использование чужой доли вправе например когда два собственника владеют по одной второй доли вправе в однокомнатной квартире один там проживает 2 не имеет туда доступа и не может попасть какая компенсация может быть назначена тому собственнику чьи права нарушены который не может пользоваться этим имуществом а второй пользуется его имуществом и ничего не платит таких споров достаточно много и судебная практика верховного суда складывала и складывалась и наверно вот в 2023 году понимание того как это должно быть сформировано наверное в двадцать четвертом году судьями ниже стоящих судов будут проведены семинары где разъяснят им как действовать в том или ином случае возьмем три случая которые наиболее характерны то когда двухкомнатная квартира комнаты раздельные и собственники по одной второй доли вправе один проживает пользуется всей квартирой а второй доступ не имеет и получить доступ не может в силу противодействия как решать этот вопрос верховный суд определил что в таком случае можно определить какова будет сумма аренды или найма комнаты которую можно было бы определить на размер этой одной второй доли вправе то есть буквально одна вторая доля вправе в двухкомнатной квартире можно ее рассмотреть как отдельную комнату и сколько этот найм комнаты будет стоить такая компенсация будет справедливой естественно сумму такого найма или аренды определяют путем проведения экспертизы где экспертная компания проводит оценку такого найма или аренды это что касаемо двух трехкомнатных квартир когда доля вправе может быть определена как комната второй случай как быть если квартира однокомнатная а у нее два собственника один из которых проживает внутри а второй не может точно также получить доступа ни в каком порядке и вот здесь очень интересно обычно суды первой инстанции шли по пути проводить оценку сколько стоит аренда всей квартиры делить соответственно пополам если это одна вторая и собственник права которого нарушены имеет право на компенсацию виде 1 2 суммы аренды всей квартиры ну вроде логично и понятно в апелляции все это утверждалось и шло дальше но несколько дел дошло до верховного суда где их рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам реквизиты этих дел я вам выставлю на экран чтобы вы их видели и могли использовать в случае необходимости так вот в случае с однокомнатной квартирой очень интересную выдвинул идею тезис верховный суд а именно верховный суд сказал что если вы имеете одну вторую долю вправе то мы не можем считать аренду всей квартиры мы должны посчитать сколько стоит аренда 1 2 доли с учетом что вторая доля 1 2 обременена постоянным проживанием там жильца который является собственником вот такую логику подал верховный суд несколько дел их три которые дошли до верховного суда однокомнатными квартирами решение верховном суде ниже стоячих инстанций были отменены и для дальнейшего рассмотрения все было направлено в апелляцию как рассмотрели суды эти споры в апелляции уже после отмены верховного суда естественно они насторожились кто-то испугался так как решение отменено это негативная судебная практика и при рассмотрении этих судебных дел в двух случаях суды сказали но подождите если у вас одна вторая доля вправе то а как ее вообще найти в однокомнатной квартире где находится одна вторая доля вправе физически мы не можем установить где находится одна вторая доля вправе физически в однокомнатной квартире следовательно мы не можем определить ее сумму аренды а следовательно нужно отказать удовлетворение иска и собственникам чьи права нарушены просто тупо отказали в одном случае апелляция пошла другим путем сказала что да действительно одна вторая доля вправе не может стоить ее найм или аренда точно так же как половина найма аренды всей квартиры почему потому что одна вторая доля только может сдаваться так как вторая обременена проживанием другого собственника а следовательно сумма не может быть в половину аренды всей квартиры и апелляционная инстанция вдвое снизила сумму которая была ранее назначена и прошла через именно эту апелляцию там что-то было порядка 14 тысяч рублей апелляция сказала теперь будет 7 вся эта практика сейчас будет транслироваться и тиражироваться помните об этом и третий случай когда доля является незначительной то есть она там одна пятая одна седьмая одна десятая она может быть микродолей меньше 6 квадратных метров в общей площади квартиры и верховный суд и суды уже на это сориентированы ниже стоящие что уплата компенсации за пользование такой долей будет существенно снижаться нежели она была бы пропорционально стоимости аренды всей квартиры читайте решение вникайте в практику долей в квартирах становится все больше и больше споров и конфликтов в книге вокруг них становится все больше и больше понимание этих вопросов поможет вам преодолеть эти конфликты судебные споры и добиться правильного судебного справедливого решения всем удачи пока